Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Вот деньги всем нужны в этом мире, никто не может от них отказаться. Как это связано всё? Я вам объясню. Вот смотрите, допустим, если человек честно делает свой бизнес, честно означает практическая вещь, честно не означает, что человек выворачивает весь кошелёк на налоги. Честно означает от сердца. Человек чувствует, сколько надо отдать государству, чтобы честно было. Сколько надо то сделать, сколько надо зарплаты отдать сотрудникам, чтобы честно было. Это всё чувствуется сердцем. Когда нечестно, сердце говорит, ты их обдираешь, их сердца тоже чувствуют. В этом случае удача уходит от человека, потому что уходит проницательность. Когда человек нечестно дела строит со всеми вокруг, он не увидит, кто его обманывает. Потому что честность — это энергия сердца, она является индикатором. Если твой индикатор загрязнён, значит, тогда тебя обманут. Сделку правильно не сделаешь, не увидишь, что тебя разводят, всё будет разрушено. Как сделать так, чтобы увидеть? Веди себя честно по отношению ко всем. А если человек больше денег хочет, ничего страшного. Ты ему должен дать столько, сколько ему положено. А хочет больше — успокой его. Скажи, придёт время, будет больше, а сейчас пока столько. Сколько заработали, столько есть. Понимаете? Люди привыкают к тем условиям работы, к которым они работали, уходят с этой работы. Но вы должны понять, сколько им надо давать. То есть успех приходит к тому, кто честно живёт. Вот сколько ты можешь дать жене, что это честно? Не сколько тебе хочется дать, а сколько честно. Сердце твоё спокойно. Значит, успех будет в твоей жизни, удача. Потому что ты будешь видеть обман. Это очень важно — научиться видеть обман в этой жизни. Понимаете? Это называется благочестие. Когда человек честно всё делает, он получает такую силу — видеть обман. Его никто не обманет. Дальше, следующий вид благочестия. Допустим, человек щедрый по природе. Что значит щедрый? Взяла, допустим, пирожки напекла, подарила всем соседям. Просто позвонила кушать. Я пирожки напекла. Допустим, у нас была такая ситуация, что когда мы начали поклоняться Богу, все соседи всегда начали. Потому что, понимаете, когда кто-то счастлив, все остальные страдают. Поэтому считается ведоми, что если ты построил где-то храм, ты должен обязательно всем дарить счастье вокруг. Делиться пищей, кормить людей просто. Радовать их своим присутствием, здороваться. Ты должен. Они не должны, ты должен. Почему? Потому что вот мы так сделали. Взяли на Новый год и по всем соседям разнесли освященную пищу. Не говорили, что освященную. Просто мы вас поздравляем с праздником. Просто возьмите пирожки покушайте. Все просто стали счастливыми и перестали гнусить, ворчать, злиться вокруг храма. Все, как бы благодать наступила. Сразу же люди запомнили это, почувствовали, что их любят. Так надо жить. Храм Бога, твоя квартира тоже. Бог в центре, не телевизор должен быть. Ты там живешь и корми всех соседей. Угощай пирожками. И они будут нести удачу. Охранять твое жилье. Потому что когда тебя не любят все, то вор это чувствует и заходит именно в твой дом. Это интуитивно происходит.